всем привет меня зовут анаит и пока я буду рисовать портрет персонажа то расскажу о ценообразования на художника в сфере айти и изобразительного искусства и если тебе интересна эта тема то смотри видео до конца и также подписывайся на канал ставь колокольчик чтобы не пропускать и другие полезные видео в предыдущем видео пока я рисовала персонажа то затронула тему такую как не работать бесплатно и в конце пообещала что в следующий раз поговорим о ценообразовании как вообще формируется цена и многие художники спрашивают от чего зависит сколько будет стоить картина это будет живопись либо это иллюстрация либо сколько будет стоить моя работа например создание персонажа для игры что нужно сделать ее автору чтобы повысить цену на работу и на кого вообще рассчитано искусство на редких ценителей или на массу людей большинство людей живущих на земле как формируется цена на произведение искусства и от каких факторов она зависит на цену произведения искусства влияет множество факторов она зависит от таланта художника его трудолюбия активности и от самой галереи в которой он продает картины но если это художник именно изобразительного искусства если это айти сфера то будет зависеть от компании в которой работает данный художник и от его уровня например в игровой сфере цена художника будет зависеть от того какая эта игра насколько сложный арт в этой игре и какие художники требуются для выполнения этой работы цена например на картины может расти в результате успеха продаж картины от участия в выставках какие-то выставки международные какие-то конкурсы попадания в какие-то очень важные коллекции значимые и каталоги в результате участия международных выставках цена художника может расти и также она может расти в зависимости от того если у него персональные выставки часто цена подтверждается неоспоримыми фактами творческой биографии художника и так определяется репутация данного художника также важно в каких галереях выставляется тот или иной художник если это международные какие-то галереи очень престижные то конечно же его цена будет расти кроме того на цену художественную также влияет труд художника затраты на материалы и время сколько времени прошло с момента создания произведения и выставления его на продажу если с материалами все просто и объективно то есть сколько потратил на работу и сколько сверху цену накинул но это такой самый простой способ на самом деле цена складывается из множества факторов например это уникальность формы и содержание также силы эмоционального воздействия и все это очень субъективно также важно в какой временной промежуток создана картина на ту или иную тему например черный квадрат эта картина бесценна она висит в музее но чем она ценна такой квадрат может нарисовать каждый тут важно в какой промежуток времени нарисовал эту картину художник написал потому что в этот временной промежуток было развитие многих сфер деятельности например науки очень много чего создавалось и было переосмысление вообще искусства и вообще всего что существует архитектуры скульптуры и поэтому именно в этот период художник создав черный квадрат обрел определенную ценность и также популярность в наше уже время пройдя определенный путь случае же сферы иллюстрации или игровой все проще здесь есть определенный предел цен и выше головы не прыгнешь и тут неважно когда нарисовал художник какой смысл вложен в работу и сколько времени нарисован этот персонаж или иллюстрации сколько времени нарисовал художник здесь уже оценивается либо каждый час работы например над персонажем либо это цена за определенную иллюстрацию либо это зарплата за работу художника в какой-то компании также есть градации художников в айти сфере это джуниор миду также сеньор ну и существует лид артисты дальше арт-директор и так далее и и на них будет совершенно разная цена также на цену художника в такой компании игровой влияет это с какой страны тот или иной художник например еще художника в странах снг россия украина беларусь заказчик понимает это часто заказчик с америки или из европы понимает что конечно же он хочет именно с этой страны художника потому что здесь можно платить меньше и конечно же он не будет платить столько же сколько художнику с лос-анджелеса например что это значит ну допустим художник в лос-анджелесе может зарабатывать от 100 долларов в час и выше но художник с украины россии или беларуси и часто ему предлагают работу от 3 долларов в час ну конечно же не сеньору а там джуниору такую цену конечно же не предложат художнику с европы или с америки потому что ценообразование в их странах совершенно другое поэтому еще работу в этой сфере нужно учитывать такие факторы а например художникам из индии платят еще меньше и если заказчика целенаправленно ищет художника с индии то он рассчитывает на определенную сумму но стоит учитывать что художники с допустим лос-анджелеса они и платят налоги выше часто и налоги достигают до 60 процентов ну и учитывая их затраты конечно же им просто не могут платить меньше определенной суммы также на одну и ту же должность каждый художник будет договариваться сам о сумме зарплаты например один будет работать за 500 долларов в месяц джуниор другой договориться там за 400 3 за 800 и тут зависит от самого человека конечно же никто не будет искать в украине художника на должность джуниор артиста за там тысячу или 1500 долларов на такую зарплату он рассчитывать не может и также зависит от того в какой компании работает тот или иной художник а если ты хочешь зарабатывать больше то тебе стоит повышать свой скилл а что это значит нужно проходить определенные курсы рисовать для себя развиваться и нужно помнить что за ту или иную работу а ты не можешь заработать больше определенной суммы она просто не стоит больше и заказчику на самом деле важно чтобы ты сделал эту работу как можно быстрее и как можно дешевле и часто бывает что заказчику выгодно взять художника пусть за большую сумму то есть у него час работы будет стоить дороже но он эту работу сделать быстрее потому что он сможет быстрее на этом заработать это бизнес здесь нужно понимать что никто не будет платить за то что а ты очень долго работал над этим персонажем например или над этой иллюстрации ему это невыгодно ну а что насчет уже искусство изобразительного правильно говорят что искусство стоит столько сколько за него готовы заплатить но это кстати касается и работы тоже эти художника чем больше художников сфере эти 2d художников тем цена будет падать конечно же чем меньше тем цена растет потому что их мало а вот с художниками в сфере искусства уже там немного по другому здесь цена часто не зависит от того сколько ты времени потратил на ту или иную работу цена одного художника может быть выше за его картину которую он нарисовал за час а цена другого художника который пишет эту картину месяц может быть ниже и тут зависит от того кто этот художник например айвазовский известный художник который писал море мог написать за пару часов небольшую картину но значит ли это что его картина была написана плохо или что она должна стоить недорого нет это и вазовский все понимают что его картины стоят дорого стоили сейчас они бесценны конечно же он достиг этого не сразу он получил определенное признание цена образования в искусстве это самый сложный вопрос и есть множество методик оценивания работ если это мировое искусство допустим или это локальное искусство и какой статус у художника какой спрос на него будет ли расти их цена художника дальше спустя годы если да то каждый богатый человек будет готов купить эту картину дороже даже чем он бы заплатил если бы эта картина ему просто понравилось почему потому что он понимает что он не тратит деньги а вкладывая то есть цена на эту картину вырастет и он только приобретет это как инвестиция в будущее что может повлиять на рост искусства определенного художника участие в выставках и тут важно какие это выставки персональные выставки участие в бьеннале наличие работ в значимых частных коллекциях это я уже упоминала представленность музеях публикации в сми международные проекты и представленности за пределами страны признают ли этого художника другие художники галеристы искусствоведы коллекционеры и так далее цена тем выше чем больше престижных выставок и продаж каталогов и званий у художника и считается что цена художника растет с каждой персональной выставкой или включением в каталог на 10-20 процентов а может ли искусство быть массовым и как вообще это определить на какой круг рассчитано это искусство все зависит от того о каком искусстве идет речь например в эрмитаже на картины военгога приходят просто тысячи тысячи зрителей значит ли это что это массовое искусство да но слава к нему пришла не сразу и это уже определенная история нужно понимать что люди приходят посмотреть на его картины часто не из-за того что им очень нравится его живопись а просто потому что это определенная история и он признан например галереи продавая картины выполняют задачу образовательную и просветительную они популяризируют искусство ведь это не просто прийти купить одежду в магазин или продукты они должны показать почему эта картина стоит именно столько а вот насчет массовости вообще это очень сложный вопрос например что такое массовость если произведение нравится большему количеству людей то можно ли сказать что это искусство и так как люди его признали этот вопрос уже довольно сложный например большинству людей может нравиться то что не имеет в принципе никакой ценности потому что просто у людей не обучен вкус в сфере искусства они не понимают что это такое у большинства людей этого вкуса нет кто определяет вообще тогда ценности данной картины каждый дальше выбирает сам искусство или нет но искусство проверяется временем например монализа все ли понимают на самом деле почему монализа так цена все ли понимают почему леонардо да винчи такая известная личность и признанный художник только единицы сами художники искусствоведы действительно понимают почему эта картина так восхищает почему монализа так цена большинство же людей приходят на нее посмотреть только лишь потому что они знают что в обществе эта картина считается великой и этот художник велики и по только лишь поэтому они приходят скажи им что вася великий художник и все весь мир признает и люди будут ходить и фотографировать его картину как же все-таки определить цену первое это исследование рынка без разницы либо это изобразительное искусство либо это айти сфера нужно увидеть сколько готовы люди заплатить за определенные картины или за работу определенного художника и готовы заплатить что это значит то есть покупает ли картины за эти цены цены можно поставить какие угодно но если люди не покупают годами у этого художника то значит это не его цена начните с низкой цены но тут важно иметь предел какой-то то есть не нужно занижать слишком цены на определенную работу нужно учитывать затраты на эту работу ну и также затраты затраты по времени не только материала и конечно же сначала когда только начинаешь вообще работать в любой сфере конечно же начинаешь более низких цен и потом она растет в зависимости от твоей популярности и от скилла который у тебя развивается и также точно нужно учитывать цену на работу и художникам сфере айти хотя мы не покупаем каждый раз краски и холст нам нужно приобрести технику которая поможет зарабатывать деньги и нужно учитывать как часто нужно будет обновлять эту технику и понимать сколько в месяц тебе нужно откладывать на то чтобы тебе через три четыре года обновить технику также нужно учитывать сколько в месяц допустим если ты подписку оформил на какие-то программы в которых работаешь сколько в месяц ты тратишь на те или иные подписки и конечно же потом рассчитывать сколько может стоить твоя работа если вы устанавливаете слишком низкую цену то довольно трудно будет поднять эту цену в дальнейшем так как заказчики не будут готовы платить больше ну и также вы не только занижаете себе цену но но вы занижаете цену на работы и остальных художников и в общем цена снижается на эту сферу деятельности и вы только делаете хуже и себе и другим с другой стороны если вы слишком завышаете цену также вы можете потерять заказчиков и в принципе люди даже второй раз и три или третий раз не обратятся к вам наслаждайтесь своей ценовой свободой а если допустим вы свободный художник и не зависите от галереи то конечно же в выборе цены в свободы больше вы сами занимаетесь этим ценообразованием и тем не менее нужно быть внимательным чтобы не занижать и не завышать цены и тут важно понимать что не каждый художник сможет быть настолько свободным не всегда нужно пренебрегать сотрудничеством с галереями не каждый художник может сам продавать свои работы и не стоит считать что галереи допустим завышают цены на ваши работы добавляя определенный процент они проводят очень большую работу чтобы в принципе продать ваши работы ну и также точно находясь в фирме работая айти художником стоит понимать что если вы пойдете на самостоятельное плавание то не факт что вы сможете заработать эту сумму самостоятельно даже такую и даже может быть немного меньше учитывайте свою производительность что касается художника в сфере айти а чем быстрее ты работаешь тем лучше ты и больше сможешь зарабатывать что касается в сфере искусства если вы работаете быстро и продуктивно то цены должны быть ниже но это не касается всех то есть если это какой-то признанный художник как айвазовский например независимо от того за сколько времени он сделал цена на него не будет снижаться оценивайте свои запасы если вы продаете так же быстро как и рисуете то пришло время поднять цены и тут важно понимать что если ты свободный художник то ты не знаешь за сколько времени продастся та или иная работа и только спустя время можно понять какой заработок у тебя может выйти в месяц если это художник в сфере айти либо он работает на зарплату либо он работает на фрилансе и то есть ему нужно понимать сколько может он заработать за определенное время и мне допустим если предлагают дополнительную работу то я понимаю что буду это делать свое свободное время от работы за какие деньги я готова отказаться от своих выходных помните о размере большие размеры конечно же стоят дороже тут важно понимать что тут зависит также и от того в какой мастерской пишет картину а тут или иной художник один художник может себе позволить взять заказ на большую картину потому что у него очень большая мастерская а другой художник просто не имеет возможности поэтому оценивайте трезво свои возможности также и с художниками сфере айти бывает что нужно нарисовать очень качественную работу очень большого размера но ваш компьютер просто не потянет у него меньше производительности чем требует того ваша работа или допустим монитор не позволяет настолько увеличивать этот файл чтобы рисовать и это тоже нужно учитывать берите в расчет материалы опять-таки я упоминала стоит учитывать сколько стоит материал и сколько стоит ваша работа и также точно в сфере айти еще раз напомню учитывайте сколько затрат у вас будет происходить каждые 45 лет на обновление техники и нужно знать свою аудиторию нужно трезво смотреть на свою аудиторию понимать сколько в той или иной местности люди готовы заплатить за определенную работу и нужно понимать откуда вы конечно же человек который живет небольшом городе художник цена на него будет ниже чем тот кто живет в большом городе и тот кто живет в лос-анджелесе или в украине на него также будет разная цена и поэтому стоит до трезво смотреть на ценообразование вот это и смотреть сколько изучите рынок труда в конкретно вашей местности и понимать сколько в вашем случае может стоить работа например когда-то я была на курсах и девочка давала совет художница что а если вы работая здесь в украине хотите выйти на рынок американский то там можно начинать где-то с 12 долларов в час но если вы работаете с местными то 12 долларов в час это очень большая сумма за работу за нее никто не не готов столько заплатить и какой вывод можно сделать везде нужно соблюдать меру и также художники не бойтесь называть достойные цены за ваши работы но и также не загибайте слишком чтобы не пугать клиентов ну а если вам была полезна эта информация и понравился мой портрет то обязательно ставьте мне лайк пишите комментарии мне будет очень приятно ну и подписывайтесь на канал ставьте колокольчик я буду делать следующие выпуски что пока Продолжение следует...